Всем привет! Меня зовут Дарья и я рада приветствовать вас на своем youtube канале, который посвящен вязанию. И в сегодняшнем видео я хотела бы ответить на вопросы тега, где вяжу и как вяжу, по секрету расскажу. К сожалению, я не знакома с авторами тега ни лично, ни заочно. Надеюсь, когда-то я еще гляну их видео. А этот тег я увидела на канале у Алены Паращенко. И меня почему-то так зацепили вопросы. С упоением слушала, как отвечает Алена на них и решила тоже записать такое видео. Я надеюсь, вам будет интересно. И сегодня я буду вязать вот такой вот процесс. Это юбка от моего костюма тире сарафана. И мне кажется, это как раз таки тот процесс, который вот отлично подойдет для того, чтобы подвязать под ответы на вопросики. И давайте начнем. Здесь 18 вопросов. Надеюсь, мы не сильно долго растянем это видео. И первый вопрос. Есть ли у вас любимое место для вязания? У меня сейчас несколько любимых мест. И одно появилось совсем недавно. Это мой рабочий уголок, который появился около полугода назад. Ну, как рабочий уголок, стол, в котором я храню все свои процессы и вязание и прочее. Второе мое любимое место. Это я люблю очень вязать на кровати. То есть я могу лечь перед сном пару часиков, уделить тому, чтобы повязать. Также на диване. Ну, на диване это у телевизора, грубо говоря. Но больше сейчас времени я провожу именно за рабочим столом. Хоть там и очень неудобное компьютерное кресло, я начинаю потихонечку привыкать. И, не знаю, надеюсь, у меня не будет от него болеть спина. Пока что все хорошо. Так, второй вопрос. Есть ли у вас рабочее место, которое для других членов семьи табу? Так как мы с моим молодым человеком живем вдвоем и детей у нас пока что нету, моего молодого человека мое рабочее место никак не интересует. То есть он, возможно, может воспользоваться моим столом только потому, что там хорошее освещение. Так как этот стол стоит возле балкона и свет от окна балкона как раз таки хорошо освещает его. Также у меня еще над столом потолочные светильники. Как раз таки над столом получается и очень удобно и светло всегда. Так что если ему надо там что-то спаять, где-то какую-то мелкую работу проделать, то он может за мой стол сесть. А так больше никто на него не покушается и не думаю, что он вообще кому-то интересен, кроме меня. И думаю, слава богу. Третий вопрос. В какой позе предпочитаете вязать? Полулежа. Возможно, иногда у меня устает поясница от того, что полулежа делаю. У меня проблемы небольшие с осанкой и я сутулись и немножечко сижу, как говорят родители буквы ЗЮ. И поэтому у меня часто устает поясница. И полулежа это вот мой любимый, моя любимая поза для вязания. Сидя на диване у меня быстро устают ноги. Я люблю, чтобы ноги у меня были вытянуты. Поэтому я к своему потом рукодельному столу хочу еще сделать небольшую табуреточку. Не табуреточку, а как маленький пуфик, на который я смогла бы складывать ноги и в котором бы могла еще хранить пряжу. Мне кажется, это было бы очень удобно. И я вынашиваю идею не купить этот пуфик, а почему-то сделать его самой. Возможно, его как-то обвязать или еще что-то. Возможно, он будет из трикотажной пряжи на замочке. Но это еще пока мечта. Даже не мечта, а просто хотелка. И я не знаю, в ближайшее время я ее пока точно не планирую осуществлять. Это, возможно, будет ближе к осени или к Новому году. Что-нибудь такое. Что смотрите во время вязания? Во время вязания мне особо не принципиально, на самом деле, что смотреть. Я могу вязать и просто под болтовню телевизора. Если мой молодой человек что-то смотрит. Даже не важно, если мне это не интересно. Мне хочется, чтобы на фоне что-то звучало. Я часто смотрю вязальный YouTube. Я уже смотрю вязальный YouTube, наверное, на протяжении 3-4 лет. И вяжу в основном под него еще люблю. Сериалы я в последнее время смотрю редко. Раньше я смотрела их намного больше. И они занимали прям значительное количество времени моего. Но сейчас я как-то к этому подостыла и мне стало не принципиально. Так, пятый вопрос. Любите ли вы вязать в тишине? В тишине, я вот как ответила на прошлый вопрос, что мне надо, чтобы на фоне что-то происходило. В тишине я вязать ой как не люблю. Есть только отдельные моменты, когда очень хочется тишины. Это когда ты считаешь петли или когда ты делаешь первый ряд в какой-то схеме. Когда тебе надо просчитать, чтобы не было потом ошибок. И тогда я специально делаю стоп на видео или выключаю звук у телевизора. Считаю все петли. Немножечко у меня есть пара минут на раздумье. Я быстренько думаю. И когда уже понимаю, что у меня все идет по плану, я включаю дальше видео и продолжаю вязать. Или в этот же момент могу там разговаривать с кем-то. Люблю, кстати, разговаривать по телефону еще когда вяжу. То есть когда там с мамой, с подругой, с родственниками. Почему-то мне кажется тоже наушники воткнул в телефон и разговариваешь, сидишь и время не пропадает. И не так уж скучно, когда вот такие вот монотонные процессы. Так, шестой вопрос. Какими инструментами нравится вязать больше? Точнее каким инструментам нравится вязать больше? Раньше мне очень нравилось вязать спицами. А сейчас мне нравится вязать крючком. И возможно на меня так влияет лето, но я хочу больше крючковых процессов. Именно каких-то тоненьким крючком. Троечка для меня это уже почему-то какой-то... Ну, окей, троечка это еще маловатый. 3,5-4 это уже для меня какие-то слишком толстые процессы. И мне почему-то не хочется браться за такое пока что. А сейчас вот двоечка, 2,5, 2,75. То есть для меня это вот прям идеал. Повязать немножечко и вещи получаются легкими, ажурными и приятными. А так, получается, я одинаково люблю и спицы, и крючок спицы. Я люблю больше за меньший расход, чем у крючка. И за то, что можно вязать не глядя. То есть несмотря на вязание, там какую-то лицевую гладь, как разгрузочный процесс, крючок у меня почему-то всегда требует внимания. Если я не смотрю на петли на крючке, я обязательно что-то пропущу, где-то неправильно подцеплю нить, или зацеплю не за две дужки, а за одну дужку, и потом увижу это спустя несколько рядов и придется распускать, потому что я буду расстроена из-за этого. Поэтому, ну, возможно, спицы чуть-чуть побольше люблю, чем крючок. Может что-то изменится. Я еще не осваивала тунисский крючок и хотела бы попробовать это. Возможно, мне когда-нибудь дойдут руки, и тогда я полностью уйду на крючок. Но это еще только вилами по воде вписано. Так, неправильно зацепила. Вот как раз таки не посмотрела в этот момент и зацепила неправильно. Седьмой вопрос. Как хранятся ваши рабочие процессы? Раньше, до того как у меня появился мой рабочий уголок, у меня рабочие процессы хранились на подоконнике. Как бы это ни звучало странно, но у нас есть комната в нашей спальне, где у нас окна, на окнах и жалюзи, светонепропускающие. И там эти жалюзи мы очень редко открываем, потому что в спальне мы только спать и просто посидеть там за компьютером. И поэтому у нас постоянно там занавешаны эти жалюзи. И на этом подоконнике у меня для кота его лежанка и мои процессы лежали тоже в каких-то пакетах. Я любила использовать, кстати, упаковки, когда пряжа приходит, вот заводские упаковки, особенно там из-под Ализе, когда клейкая лента еще сохраняется. Я любила еще процесс, вот если вяжу, спокойно в эту упаковку убирать и потом вместе с пряжей это все хранить. Мне почему-то казалось, что это... Я очень здорово придумала и это очень удобно мне будет, но не знаю пока. Точнее, не знаю пока, а уже перегорела с этим. И сейчас я храню в контейнерах пластиковых, которые покупаю в фикс прайсе или вот в этом. Ну, это я сейчас использую корзинку для переноса именно по дому, своих процессов. То есть, если я что-то вяжу, я кладу это в корзинку и с этой корзинкой качую по дому, если мне куда-то надо сходить. Там, например, сегодня я повяжу на диване, потом еще пойду на кровати полежу, потом еще пойду у рабочего стола и это очень удобно. Какие любимые техники вязания? Я на самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что, возможно, я знаю еще не все техники вязания и какой-то особо любимой у меня тоже нету. Я, если увижу какой-то узор, он мне нравится. Если я увижу какую-то технику, там, например, свитер интерлаком, то мне почему-то загорится и я свяжу. Но сказать, что я люблю интерлак или что-то такое, я не могу. Мне просто нравится вязать. Просто нравятся процессы и изделия, которые у меня получаются. Пришлось прерваться на секундочку. Телефончик решил предупредить, что скоро закончится заряд батареи. Заметила, думала, что у меня телефон немножко отойду от темы. Долго держит заряд, но обычно он долго держит заряд. А именно, когда снимаю видео, заметила, что батарейка улетает очень-очень быстро. Поэтому продолжим. Мы остановились на вопросе про техники вязания. И следующий вопрос. Какие изделия больше всего нравится вязать? Больше всего мне нравится вязать плечевые изделия. То есть на себя, на кого-то. Детские изделия я не пробовала вязать. Поэтому мне очень даже тяжело представить, как выглядят изделия на ребенка в плане масштабов. Потому что детей у меня своих нет и пока не было. Вот так. И я не представляю, как размер ребенка оценить. Поэтому никогда даже не бралась вязать на детей. А так пледы, можно назвать, что мне нравятся. И с недавних пор, когда у меня появились спицы, которые, знаете, спица, тросик спица, как от Ди Трио. Только у меня от нашего русского производителя или Китая это производство. То есть раз в пять дешевле, чем те спицы. И меня они очень устраивают. И именно на них мне стало так удобно вязать носочки, что их тоже можно, наверное, отнести к любимому. Шапки я не очень люблю вязать, но приходится. Но иногда бывает еще вдохновение на шапки. Так, десятый вопрос. Как много изделий вы вяжете сразу? Это вот все по настроению, все по наитию. Я никогда не считаю, сколько у меня процессов. Я начинаю и заканчиваю их очень быстро. То есть сегодня я вяжу эту юбку, завтра она мне может разонравиться и я ее распущу. Из этой пряжи начну какой-то другой процесс. Или, например, сегодня я устану от этой юбки и начну вязать другую какую-нибудь юбку или платье. Поэтому у меня, мне кажется, очень много может быть процессов. Я никогда даже не считала, сколько у меня их есть. И в голове вот так вот представить и прикинуть, сколько их в количестве сейчас не смогу. Меня это никак не обременяет. То есть я... Если у меня поставлена цель связать, допустим, вот эту юбку первой, я буду ей как-то побольше времени уделять. Но если я от нее устану, то я там возьму день-два передышки и с новыми силами буду опять с ней воевать. Одиннадцатый вопрос. Вяжете ли... Можете ли вы начать новый процесс, если старый надоел? Да. Обязательно. Я также ответила на это в прошлом вопросе. То есть, если я устану от процесса, я спокойно начну еще один. Если от того устану еще один, еще один. Только... Суть не в том, сколько процессов я начну, а хочется, чтобы все эти процессы были закончены, то у меня бывает такое, что сегодня я пришла домой, и у меня ударило молния в голову, и я хочу связать себе, например... Хочу начать вязать плед, грубо говоря. И это просто вот наитие вот такое вот по щелчку, и, возможно, завтра этот плед мне уже не нужен. То есть, мне просто почему-то именно в этот момент вдохновилась я на плед. Такое тоже у меня часто бывает. А вот когда закончу этот плед, тогда у меня уже будет прям гордость за себя. У меня один только такой большой плед на... Его не назвать ни полутора на спальне, ни двухспальне, потому что у меня было всего килограмм пряжи Хималайя Долфин. И сейчас эту пряжу в этом цвете я нигде найти не могу, и мне грустно от этого. Я хотела связать этот плед на двухспальную кровать. Но пока он у меня... Я закрыла петли. Нитки пока не заправляю. И в надежде, что когда-то эта пряжа появится еще, и я подвяжу его. Двенадцатый вопрос. Как вы считаете, быстро ли вы вяжете? Я считаю, что вот в стандартной ситуации, когда я там лежу-сижу или там стою, грубо говоря. Но, кстати, стоя я не вязала, наверное, ни разу. Не понимаю. Некоторые вяжут стоя на руку, надевают сумочку, кладут туда пряжу и как-то вяжут. Я так не умею. Я считаю, что я вяжу довольно быстро. Вот сейчас я вяжу медленно, потому что при съемке видео не очень удобно. Мы все сидим в непривычной для себя позе. Кто-то сидит за столом, ему неудобно руки класть. Кто-то сидит на диване, ему как-то в наклонку к столу неудобно. У каждого свои причины, но почему-то на видео вязать быстро не очень получается, особенно крючком. Вот сейчас я прям с тяжестью как-то вывожу эти петли, но я сама смотрю, как будто только научилась вязать. Выглядит это очень странно. Тринадцатый вопрос. Умеете ли вы вязать не глядя на спицы? Да, умею. И причем некоторые люди, которые не смыслят в вязании, они всегда удивляются этому, а для меня это как само собой разумеющееся. То есть я привыкла, что лицевую гладь или платочную вязку я спокойно могу вязать и без взгляда на спицы. Если это какое-то ровное полотно без прибавок, там, например, какую-то спинку надо связать быстренько допроем. То есть я прям вяжу не уставая, так сказать. В какой-то момент я могу запнуться, то есть потерять петельку или еще что-то, но это на скорость так чуть-чуть повлияет. Я ее быстро подцепляю и бегу вязать дальше. Четырнадцатый вопрос. Как долго вы сможете вязать, не вставая? Ну, сейчас, возможно, многие меня осудят, многие удивятся. Так как я сейчас нахожусь дома, ну, мы все сейчас на самоизоляции находимся дома, но я нахожусь дома еще потому, что учусь на магистратуре и я не работаю пока что, и учебы у нас не так уж и много. Я вяжу очень много. Я могу вязать, не вставая, без преувеличения могу сказать 6 часов. Это, наверное, среднее время, сколько я могу просидеть, если меня никто не будет тревожить. То есть, если я сегодня, например, дома одна, я могу сесть, включить телевизор и сама не заметить, как там, допустим, уже будет вечер и надо будет умываться, идти какими-нибудь другими делами, еще под вечер заняться, что-то приготовить или прочее. А когда я применена какими-то делами по дому, там, уборкой, готовкой, просто какими-то другими делами, то 2-3 часа, мне кажется, стабильно в день я точно посвящаю вязанию. И если я не повяжу день, то у меня как-то, знаете, даже как ломка небольшая начинается. Даже когда вязать нечего, когда вот, допустим, пряжу я заказала, у меня все процессы закончены, я жду, сижу эту пряжу, и мне просто хочется сходить в магазин, даже купить один какой-то моточек и просто связать какую-нибудь даже игрушку. И просто чтобы занять свои руки. Я, кстати, заметила, что даже смотря телевизор я стала чувствовать себя некомфортно. То есть, если я сижу и просто смотрю кино без вязания, я не могу никуда деть свои руки. То есть, я там что-то сижу, колупаюсь в ногтях, там еще что-то начинаю делать. То есть, у меня руки постоянно в каком-то движении, и я уже под конец такая, блин, ладно, пойду возьму вязание. И это уже как зависимость можно назвать таким страшным словом. Но мне кажется, такая зависимость это только хорошая зависимость. Никому она еще не навредила. Так. Пятнадцатый вопрос. Вяжете ли вы в транспорте? Я пробовала один раз вязать в общественном транспорте в автобусе. Мне не понравился этот опыт. Мне не понравились косые взгляды людей, как будто я занимаюсь чем-то незаконным. И у меня особое мнение вообще на этот счет. То есть, сидя, например, в парке, и если ты вяжешь, а рядом с тобой там сидит ребенок, и он, грубо говоря, там... Ну, не ребенок, допустим, подрался, только он курит. Почему-то осуждающие взгляды ловишь ты со своим вязанием. И меня это порой раздражает и заставляет как-то грустить, что почему-то для людей вязание это как преступление для кого-то. То есть, со стороны смотрятся очень странно люди. Мне бы хотелось знать, почему именно так происходит. А в личном авто, то есть, если мы куда-то с молодым человеком едем, с нашей семьей, то я обязательно вяжу. А, также еще на междугороднем транспорте. То есть, если я еду к родителям домой, если я еду куда-то просто в другой город, мне нужно съездить, то я обязательно там вяжу. Если это, конечно, происходит не ночью и не поздно вечером. То есть, если светло, я сажусь у окошечка и спокойно вяжу. Особенно мне везет, если рядом со мной место свободное. То есть, я могу спокойно поставить рюкзак на соседнее место и клубочек тянуть из этого рюкзака и будет прям идеально для меня. Так, пятнадцатый вопрос. Так, шестнадцатый уже вопрос. Вяжете ли вы в общественных местах? Ну, вот как я рассказала вам про парк. Я не знаю, можно ли... Ну, наверное, да. Можно считать институт общественным местом. Когда я езжу на пары, я беру с собой вязание и вяжу там в перерывах между парами. Или если у меня появляется на паре свободное время. То есть, если преподаватель говорит заниматься своими делами, я достаю спокойно вязание. Потому что, ну, мне разрешили. И ни один преподаватель, кстати, никак на меня плохо не среагировал с этим. И мне очень приятно. Даже наш проректор, я помню, уделил внимание тому, что... Я просто сидела в коридоре вязала. Он остановился. Поспрашивал меня. То есть, поулыбался. Мне было очень приятно. Такое внимание со стороны. А одногруппники одни относятся как-то так. Ну, вяжу и вяжу. Иногда спрашивают, сама ли ты связала что-то, когда я там свитерочек какой-нибудь надену или кофточку новенькую. То есть, у меня всегда вопрос... Даже если видно, что этот пуловер магазинный, то есть, даже там... Возможно, обычные люди, которые не занимаются вязанием и не видят этого, но почему-то, мне кажется, это так заметно. Даже тогда спрашивают, сама ли я связала это. Я иногда в шутку говорю, да, конечно, сама. А иногда честно отвечаю, что это машинная вязка. Вот, например, смотри. И показываю там какие-то аспекты, чтобы отличить. Семнадцатый вопрос. Расскажите о своих любимых изделиях, которые связали ранее. У меня любимые изделия делятся на постоянные любимые изделия и временные любимые изделия. Временные любимые изделия, это, например, летний топ, который этим летом я люблю, а следующим летом я уже не буду носить. Поэтому как-то очень хочется купить дорогую пряжу, но колется в плане того, что я могу связать и потом не носить. А так меня ничего не обременяет в этом плане. И там, допустим, если топ у меня выйдет по пряжу в 200 рублей, я не расстроюсь, что я на следующий год его уже не люблю. А постоянные любимые вещи, это вязаные кардиганы, вязанные свитера, которые я могу носить в любое время года. И из таких любимых изделий я, наверное, сейчас могу назвать последние. Последние мной связаны из пуловер из Альпина Вера с ажурными рукавами и с ажурным, так сказать, верхом. И белый пуловер из пряжи Строицкая, Жасмин. Белый пуловер я вам могу вставить в фотографию, как он выглядит. Я уже его вроде несколько раз показывала, он мне очень нравится, особенно на такую погоду, у нас прям жара-жара стоит. И мятный пуловер, который из Альпина Вера, я, если смогу сфотографировать в ближайшее время, то тоже добавлю вам фотографию. И последний вопрос. Что хотите связать, но не решаетесь? Я уже на протяжении, наверное, трех, ну нет, наверное, трех я вру, двух лет, я мечтаю связать лопопейсу. Причем я мечтаю связать лопопейсу из какой-то хорошей пряжи. Я кладу глаз на дропс, на дропс Лима, на дропс Фиона, Фиоры. Подпишу, не помню, как называется. Есть Лима, есть Норта, есть еще какая-то. И не могу вспомнить, как она называется. Я хочу связать какую-нибудь сложную лопопейсу, там, допустим, три-четыре оттенка, чтобы было. И чтобы это смотрелось достаточно гармонично. И пока меня очень пугает, у меня с жаккардом проблемы. Не знаю, мне кажется, если я все-таки закажу эту пряжу на лопопейсу, мне потом не стало бы, так сказать, жалко. Да даже не так. Я боюсь, что начав вязать лопопейсу, я потом разочаруюсь, и у меня останется вот столько такой пряжи. И там, допустим, несколько цветов, они будут по одному, по два моточка. И как мне это все комбинировать? Не вязать же из этого там носки и варежки. То есть, не знаю, мне пока как-то жалко средств на эту пряжу на лопопейсу. И пугает именно то, что у меня может не получиться с жаккардом. И, не знаю, я пока прямо в раздумьях. И два года уже в раздумьях, и меня это очень пугает. И это были все вопросы тега. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам отлично проводить время дома пока что. Но, надеюсь, скоро у нас закончится самоизоляция. И мы сможем спокойно выезжать на природу, на дачу. И проводить весело время. А я вам хочу пожелать всего самого наилучшего. И пока-пока.